В нашей ветке каравана присутствует гость из Украины, наш солнечный бард, это Александр Зотов. Давайте поприветствуем его! Я выражаю лично от себя огромную благодарность вот этому человеку, который занимается тем, что доставляет, помогает, доставляет коммунитарную помощь. Я не постесняюсь, поаплодирую за это будет. Потому что сейчас в Донецке находится моя старшая дочь, и вот эти все обстрелы повредили дом, они сейчас не в своем доме живут. И вот то, что они занимаются, это огромная, огромная помощь для всех жителей Донбасса. И очень приятно, что вот наш родной русский мир откликнулся, и мы чувствуем, что мы не одни на этой земле. И чувствуется вот эта вся необъятная Русь, которая нас поддерживает. И поэтому мы обязательно выстоим. Спасибо. Это случилось в моей прекрасной жизни, что родился я в городе Донецке. Я в садике мечтал о том, когда же закончится этот детский садик уже. А в школе я думал, когда же закончится школа, ну сколько же можно уже, да? Ждал одного. Потом в училище учился, ждал, когда закончится училище. Потом пошел в армию, он служил, ждал день, передождался. Вышел на работу, на шахту, и подумал, неужели до пенсии ждать? Сколько можно ждать? Ну сколько вообще? Чего я жду? Что я хочу от этой жизни? И я стал просить жизни. Я так и обратился, и говорю, я не знаю, как тебя называть. Бог, разум, любовь. Это, наверное, не важно. Мне важно, чтобы вот ты подсказал, подсказала мне, как мне дальше быть, как мне дальше жить, что мне делать. Потому что я хочу любить, я хочу жить среди прекрасной природы, в уютном доме. Я хочу, чтобы меня окружали счастливые люди, что мне делать? Через некоторое время, буквально пару месяцев, при стечении благоприятных обстоятельств мне подарили книгу. Книга называется «Заменяющий кедр России». Это книга автора Владимира Мегре про Анастасию. Дело каждого. Сказка это, не сказка. Я просто лично по себе знаю. Я задал вопрос в жизни. Ответ мне пришел доскональный. Что делать? Как делать? И вот, после этого. Это было в 2001 году, когда я прочитал книгу. Я много путешествовал. Я путешествовал по всей Украине, по Белоруссии, по Прибалтике. Здесь, за Уралом, в Курганской области, я встретил свою любимую, с которой мы сейчас вместе живем. Детки, которые тут бегают тоже. Вот. Сейчас мы просто приехали в Костик, теща. А так, мы живем сейчас на Украине, в другой области. В той области, которая якобы, ну, на данный момент вроде бы на противоположной стороне от нас. Но на самом деле это не так. На самом деле, вот все эти игры, которые придумывают некоторые правители, которые слишком заигрались, они до такой степени иллюзорны, и нам это всем надо понять. И сейчас я, я знаю, что нас снимают, и я хочу сделать обращение к своим друзьям-бардам, которые оказались почему-то на той стороне, на той стороне нашего родного, любимого мира. Я хочу вам сказать и показать пример. Бросайте эти автоматы, берите гитару и несите культуру туда, куда вы посчитаете нужным. Потому что я уверен, через красоту, через любовь, через песню можно нести свою родную культуру. Сейчас я спою песни на украинском языке, да? Вот. И что я хочу сейчас сказать, да? Вот когда я прочитал книги, я много путешествовал, потом мы нашли, нашел любимую свою, потом мы вместе с ней рука об руку шли, искали землю себе. Представьте, она за Урала, я с Донецка, от меня там 800 километров до того края, где мы нашли землю, мы пешком по 50 километров в день шли, искали себе место, где мы построим свой рай. Прошло 7 лет, мы постоянно живем в родовом поместье, иногда приезжаем к тёще, иногда я выезжаю с концертами. У нас же трое дедок. Дедок и рода я принимал сам. Мы там организовали свои вот, ну, это мне жена сшила, буквально на днях, специально вот караван к новому, да? Ну вот. Всё у нас складывается здорово. И знаете, я вам ещё такую же вещь скажу, что вначале меня не понимали родители, они думали, ну, что-то такое с сыном случилось, такой вроде ответственный молодой человек был, потом почему-то под ладом стал, потом почему-то, ну, я парадом я сейчас стал уже, да? Да, вот, ну, потому что уже трое детей обязывают, как бы, да, положили. Вот. Они меня не понимали, перепугались за меня, думали, может, я куда-то попал под что-то влияние. И я всё никак не мог им объяснить. А потом я перестал объяснять и начал делать. И когда они приехали в гости ко мне в родовое поместье, побывали мне дома, побывали в моём саду, побывали в этой красоте, в этой атмосфере друзей, и сейчас они переехали и строят по соседству родовое поместье. Два брата моих, они у каждого своя семья, родители мои, бабушка моя, в общем, весь род, все переехали. Потому что самое главное, это быть, знаете, вот, быть собственным примером, не ждать от кого-то, что кто-то изменит этот мир, надеяться на кого-то. Хорошо, что такой президент в России есть, хорошо, что вот есть такие люди, есть организации, есть... Но самое главное, хорошо, что вы у себя есть, и у вас есть мечта, чтобы это всё претворить в жизнь. Ну, в общем, песня, а то я говорить могу много. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ